Сыграйте мне мотив того, с чего вы начнете. Первый будет военной песней. Знакомые аккорды и стихи, репертуар Высоцкого. В песне о погибшем летчике этим артист Александр Цуркан открыл спектакль о великом поэте-исполнителе и патриоте. Все, погнали. Я все к дому тянулся. Боль, трагедия, репертуаре Барда, десятки военных песен и кинообразов. Поэтому они близки тем, кто защищал родину. На экране близкие Владимира Высоцкого. На сцене его песни, как говорит Александр Цукампус, великий поэт и не служил, но тем не менее. Его произведения пропитаны военной тематикой. На сцене Александр Цуркан поет о войне. На экране проживает военные годы. В его списке киноролей советские солдаты, российские офицеры, командиры Чеченской войны и добрые милиционеры. Слабка. Слабка. А среди друзей много тех, кто служил и воевал. Поэтому День защитников Отечества – это и его праздник. Они защищают свою землю, защищают свой дом, защищают свою историю, защищают свой язык, родину свою, слово русское. Я слушаю, да. Это очень энергично так. И все, значит, ну, все так же, как я чувствовал. И на 8 марта Александр тоже будет поздравлять защитников. Правда, уже на границе континента. А я буду поздравлять девочек в Сирию. Полечу туда, поздравлять буду с их праздником. Альбина Минибаева, Андрей Малахметов, ТНВ, Казань.